Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Прошла неделя и вот что с моими морковочками от BBB Orchids. Малышка. У ростика подсохли верхние листики, но внутри виднеется один молодой листик. Решила я в этот раз не держать их долго с открытой корневой и посадить, и в этот раз посадить в живой мох. Живой мох себя очень хорошо показал с сеянцами, очень хорошо показал с маленькими и слабыми морковками. Поэтому я очень рассчитываю, что в адаптации данных морковок, новеньких, он мне тоже очень поможет. К сожалению, большую часть посадки этой малышки мне пришлось пропустить, потому что не было фокусировки у камеры. Я не могу одновременно и смотреть на камеру, и заниматься посадкой. Вот как бы не умею я этого, может быть когда-нибудь в дальнейшем научусь, но пока вот не получается. Пока все-таки при съемке таких видео для меня главное это именно процесс посадки, а не процесс съемки. Данную морковку я посадила в полностью заполненный мхом горшочек. Там полностью только один живой мох, и в горшочке я не стала делать дырочки по бокам горшка. Сделала их только в дне, а сам горшочек оставила без дырочек. Вот так закрепим пенопластом, и вот такая вышла посадочка. Мох живой, полностью вверх горшочек живого мха. Пенопласт для закрепления. Вот у нее этот маленький ростик, у него там маленькие корешки есть. Вот попытаюсь, конечно, показать. Я обрезала основные сухие листики, вот там чуть-чуть выглядывает, вот чуть-чуть видно, надеюсь вы увидите. Выглядывает маленький молодой зеленый листик. Я очень надеюсь, что этот листик продолжит свой рост, и как бы все будет хорошо. Дальше. Самая вызывающая больше всего вопросов морковка из всех, у которой две детки. То есть, как вы видите, у нее листики тоже поподсыхали. Я тоже, насколько могла, сухое срезала. Вот у одной детки вот такое потемнение на бульбочке имеется. Оно плотное, твердое, но потемнение. А я за ним понаблюдаю, возможно, обработаю пастой топуджин, вырезать ничего не буду. Почему-то, вот как показала моя практика, если начинаешь что-то вырезать, иногда от этого больше проблем. И вот у нее низ, у нее низ желтеющий. Я и поэтому взяла и замазала пастой топуджин, еще на самый первый день после обработки, все дыры от старых ростов, от цветоносов. Ну, так как у нее детки, ее придется класть на горшок, то есть сажать ее горизонтально. Также будет полностью весь горшочек с амхом. Думаю, закрепить ее на пенопласте на шпажках. Вот в итоге долго-долго я выбирала размер куска пенопласта и оставила его вот таким плоским. Ну, просто иначе он занимал собой весь объем горшка. А все-таки, если все пойдет хорошо и вдруг обе детки продолжат свой рост, то в горшке должно быть место для корней. То есть занимать весь объем стаканчика пенопластом это немного неправильно. Ну, как обычно, я часто, когда сажаю в кору, на кору, креплю на пенопласт. Но тут что-то пошло не так. Так, в мох я никогда такого крепления не делала. И оказалось, что воткнуть шпажку в пенопласт, который лежит на мхе, это очень сложно. Оно все проваливается. Это прям... Прямо это неудобно. И самое главное, что оказалось, пенопласт, он вообще не держится в этом мхе. Если кора пенопласт подпирает нормально, то мох его не подпирает вообще. Поэтому сразу по ходу дела пришлось искать другие варианты крепления. И решила я вот так резиночкой ее притянуть к пенопласту. Конечно, неудобно, что две детки. Резинку пришлось по корням пустить. Но вот вроде бы в итоге ее все-таки удалось вот так вот прикрепить к резинке. Чтобы она не сваливалась на мох. Потому что все-таки низ у нее проблемный. Хотя вот неделю она у меня простояла, да, в пустом горшочке. Никуда у нее дальше эта желтизна распространяться не пошла. Но все-таки проблемы внизу, бульбы имеются. Поэтому контакта с влажным мхом, а так как это мох живой, то он будет поддерживаться постоянно влажным. Контакта никакого с влажным мхом быть не должно. Ну и на всякий случай все-таки, вот как я обычно делаю, привязываю. Я ее все-таки еще привяжу к стаканчику на всякий случай. Ну и вы знаете, вот я сейчас сразу скажу, что не зря, не зря я ее привязала к стаканчику, поскольку буквально на следующий день, когда я взяла ее, чтобы посмотреть состояние мха, полить или не полить по необходимости, я эту резинку нашла лопнувшей. Я не знаю, может была плохая резинка, может что, я не знаю, я никогда раньше не крепила на такие резинки, я не знаю, как они себя ведут при сильном натяжении, но вот эта резинка, она прослужила меньше суток. Буквально на следующий день, днем, посадка была вечером, она уже лопнула. Поэтому мне очень пригодилось то, что я ее закрепила еще и на шпагат. Вот такая получилась посадочка. Корешочки за это время, что я проводила обработки за это время, корешочки подзакуклились, но я надеюсь, что нахождение в непосредственной близости от влажного мха их разбудит. Еще одна моя морковочка, она в самом хорошем состоянии из всех. У нее растут два корешка, вот один, и у нее почка набухла на этом молодом росте. С другой стороны, на этом молодом росте тоже растет корешок. Несколько листиков у нее также пожелтело, но пожелтели и высохли они с концов. Я их также обрезала. Молодой листик у нее там, он нормальный, но так как у нее набухла ростовая почка, есть вероятность, что данный вот рост с листиками, она уже растить дальше не будет, она от него выдаст новый. Но это тоже не так уж и плохо, главное, чтобы росла. Ну, конечно, в идеале я бы была не против, чтобы она и, как говорится, старый рост вырастила, и новый дала, и все такое. Так как она, как говорится, немного похожа на нормальную морковку, то ей я решила на дно горшочка уложить немного коры. Но все остальное пространство будет также занимать живой мох. Кора только нижним слоем по дну горшочка. Все остальное я также уложу мхом. Первый раз я сажала в мох взрослые, если можно так выразиться, морковки. До этого в мох я сажала исключительно малышей. И вы знаете, мне вот эта посадка в мох, она где-то местами была даже немного сложнее, чем посадка в кору. Но, возможно, это именно потому, что у меня просто нет опыта посадки в мох. В кору-то я сажаю уже несколько лет, а мох для посадки я ранее не использовала. Под дно бульбы, под низ бульбы, положу также кусочек пенопласта, чтобы не было прямого контакта с мхом. Малыши мои, которые сидят во мхе, они совершенно спокойно, без всякого пенопласта, то есть прямо во мхе мох их касается, и никаких проблем с ними не возникает. Но так как это взрослая большая морковка, я не знаю, как поведет себя старая бульба при контакте с постоянно влажным мхом. Поэтому для перестраховки вниз я все-таки этот пенопласт положила. Вот, как оказалось очень... Я думала, что мох между корнями укладывать легко. Нет, оказалось нелегко. Так, ну и судя по всему, держаться она не будет. Ее придется все-таки как-то закрепить, привязать. Хотя вот вроде бы старые корни есть, не стала удалять старые корни. Я не уверена, что они рабочие. Это обрезанные корни. Данный поставщик, он перед отправкой отрезает морковку от кома грунта. Эти морковки, конкретно вот эти, они, судя по всему, у него росли в кусочки кокосового ореха. То есть, ну, может в кока-чипсах. Потому что между остатками корней я у них вытаскивала кусочки кокоса. То есть, отрезаются эти корни от грунта, ну, я думаю, в любом случае в живом состоянии. Но, возможно, за время транспортировки они все-таки теряют свою функцию. А может быть, она частично остается. Поэтому корни я удалять не стала. Вот еще подложу кусочек пенопласта. Тоже во избежание контакта именно старой бульбы с влажным мхом. Вот, удалять я корни старые не стала. Поскольку, надеюсь на бактерицидные свойства живого сфагнума, что если вдруг они мертвы, то он все-таки не даст им загнить. А если они частично живые, то они послужат морковке подспорьем и помощью на период адаптации. И на тот период, пока от молодого роста не пойдут свои корни. Либо от того роста, который у нее с листиками, либо она даст новый. Посмотрим, как будет. Вот. И привяжу ее к палочке, закреплю, чтобы она не шаталась. При посадке морковок, в принципе, как и с фаленопсисами, очень важно на первое время крепко закрепить морковку, чтобы она не качалась, не шаталась, не заваливалась. Так просто лучше растут корни. Ну и это, в принципе, менее травмы безопасно. Можно спокойно брать горшочек и не переживать, что у тебя морковка из него вывалится. Поэтому все морковки, которые сами по себе при посадке не крепко держатся, лучше закреплять. И последний новичок. У него полностью высохли все центральные листья. Я их подрезала. То есть остался вот такой вот остов зеленый, плотный. Но внутри там все листья засохли. Есть вероятность, что вот этот оставшийся зеленый ростик, недоростик, полуростик, он тоже со временем засохнет. Может быть, останется таким же. Я хочу надеяться, что он не засохнет и что он даст детку. Поскольку с живыми почками у всех этих морковок, есть достаточно проблемки. Я это показывала при распаковке. Они вполне себе, вероятно, сильно перестимулированные. И у них у многих из нижних почек уже были росты, которые отсохли, отмерли или еще что. Но, в общем, у них почти у всех нижние почки в большинстве своем уже не жизнеспособны. Из них уже ничего не вырастет. Поэтому вот остается надеяться только на то, что имеющиеся росты от себя дадут детку. Ну, не детку, а новый ростик. Особенно это касается вот этой морковки. Потому что у нее вот с этим молодым ростом самая печальная ситуация. Он уже 100% вверх расти не будет. У него высохли все центральные листья. И остается только надеяться, что он сам вслед за центральными листьями не высохнет. И, соответственно, так как у нее самая неприятная ситуация, то у нее и посадка немного другая. У нее больше всего коры в посадке. То есть, так же живой мох, так же все. Но я ей положила кору и вниз горшка. Потом слой мха толстенький. Потом снова слой коры. И снова слой мха. Так же под бульбу ей положу пенопласт. По той же самой причине, чтобы не было соприкосновения со влажным мхом. Пенопластом ее подопру. А вот в мхе, как выяснилось, не всегда работают те крепления, которые нормально работают в коре. То есть, в коре можно поставить шпажки. В коре можно на кусочек пенопласта посадить. А тут кусочек пенопласта, если на него сажать, не держится. И шпажки. Ну, собственно, шпажки тоже особо не держатся. Если ставить их не вдоль стенки горшка. То есть, крепления, как их закреплять, чтобы они не шатались, мне пришлось придумывать по ходу пересадки. Конечно же, пересадку я смонтировала. Я очень много вырезала. Она была гораздо длиннее, чем на этом видео. Но в итоге у меня все-таки все получилось. Я их всех посадила. И надеюсь, надеюсь, прям очень надеюсь, что живой мох, который весь предыдущий год меня радовал, как грунт для слабых морковок, что он и сейчас меня не подведет. И все с новичками с вами будет нормально. И вот сейчас сразу покажу, как я их буду поливать. Сенецов, потому что я опрыскиваю сверху. Опрыскиваю, впрыскиваю воду в горшок. Эти морковки я буду поливать, окуная дно горшочка в воду, чтобы вода, чтобы самое мокрое место в горшке находилось внизу, там, где нет корней. И так как мох обладает очень хорошими капиллярными свойствами, то вода по нему будет подниматься до верха, чтобы верх мха был немного влажным. Совсем-совсем немного. Чисто для поддержания жизни мха. Потому что если живой мох постоянно просушивать, он перестанет быть живым. Ему нужно либо произрастать в тепличке, то есть в условиях высокой влажности воздуха, либо быть постоянно влажным для того, чтобы оставаться живым. Но учитывая, что у данных морковок у половины нет листьев, нет нормально функционирующих корней, то держать их в равномерно мокром мхе тоже может быть опасненько. Поэтому вот такой полив, аккуратненький, дно горшка в воду, и чтобы сверху мок был чуть-чуть влажный. Ну, надеюсь, у нас все получится. До новых встреч. Пока-пока.